Здравствуйте! Департамент по охране окружающей среды города Сан-Франциско по программе «Здоровые дома» сегодня здесь, чтобы рассказать вам о некоторых простых действиях, которые вы можете предпринять, чтобы сделать ваш дом более здоровым. Мы все заслуживаем того, чтобы иметь здоровые дома. Мы все заслуживаем того, чтобы иметь здоровые семьи. Однако, как мы знаем, в Сан-Франциско некоторые люди не так здоровы, как другие. Например, некоторые районы имеют более высокие показатели заболеваемости астмой и другими недугами, в отличие от других частей города. Существует много причин для этих более высоких показателей заболеваемости. Некоторые находятся под нашим контролем, но многие нет. Например, движение по автострадам и дорогам может вызывать загрязнение воздуха. Как известно, загрязнение воздуха вредно для нашего здоровья. Электростанция и промышленность могут создавать загрязнение воздуха. Иногда воздух в помещении более загрязнен, чем воздух на улице. Поскольку все мы проводим большую часть времени внутри помещений, мы сегодня будем говорить о загрязнении воздуха именно в помещении и о конкретных вещах, которые мы можем сделать, чтобы наши дома были более здоровыми. Хотя мы не можем контролировать расположение автострад, все же мы можем контролировать то, что мы делаем в наших домах. Итак, давайте поговорим о загрязнении воздуха внутри помещений и определим несколько вещей, которые могут сделать наши дома нездоровыми. Во-первых, есть пыль и полевые клещи. Пылевые клещи – это микроскопические жуки, которые едят нашу пыль, и они везде. Они являются основной причиной для возникновения астмы и аллергии. Плесень Еще есть плесень, которая может расти внутри наших домов и загрязнять наш воздух. Плесень – это грибок, который растет в темных и влажных условиях. Некоторые виды плесени могут быть очень опасными и вызывать серьезные проблемы со здоровьем, если вы не займетесь этим сразу. Особенно они опасны для людей с астмой. Еще дополнительно есть вредители, такие как тараканы, муравьи и грузуны. Вредители – это не только неприятность, но и причина астмы. Помет тараканов и грузунов и части тел мертвых вредителей могут стать частью пыли, которой мы дышим, и это не принесет нам здоровья. Многие из вещей, которые мы используем, также вредны для нас. Например, аэрозольные спреи могут вызывать астму. Независимо от того, это спрей для волос или спрей для духовки, аэрозольные распылители создают мелкий туман химических веществ, которые загрязняют наш воздух в помещении и проникают прямо в наши легкие, когда мы вдыхаем. То же самое можно сказать о спреях с пестицидами, о туманообразовательных пестицидах или о бомбах для насекомых. Также освежители воздуха, содержащие токсичные и вредные химические вещества, которые раздражают легкие и могут спровоцировать развитие астмы или аллергических реакций. А сколько человек из вас использует отбеливатель или аммиак, когда вы убираете? К сожалению, отбеливатель и аммиак содержат химические вещества, которые могут вызвать астму или даже явиться причиной возникновения астмы у людей, у которых ее еще нет. Эти продукты не являются полезными для здоровья и их можно избежать. И что бы вы ни делали, никогда не смешивайте вместе эти два вещества, поскольку они создают ядовитый газ. Вот некоторые симптомы, которые могут возникнуть в результате воздействия загрязнителей воздуха в помещении, о которых я только что упоминал, будь это освежитель воздуха или отбеливатель, или плесень. Во-первых, у вас может появиться кашель. Ваши глаза могут слезиться и чувствовать, как будто они горят. Вы можете внезапно обнаружить, что трудно дышать. Вы можете издавать хрипы. Также вы можете почувствовать тошноту, хотя все эти симптомы вы можете почувствовать не сразу, просто испытывая один из них. Это показывает, почему так важно улучшить качество воздуха в помещении, чтобы защитить ваше здоровье и здоровье вашей семьи. Хорошей новостью является то, что я собираюсь рассказать о простых действиях, которые вы можете начать делать сегодня, и которые могут внести большую разницу в улучшении качества воздуха в вашем помещении. Во-первых, содержите ваш дом сухим. Как я упоминал ранее, плесень растет во влажных местах, поэтому надо содержать ваши ковры, подоконники и стены сухими, насколько это возможно, позволяя им проветриваться или протирать их, когда они мокрые. Откройте окна. Это поможет высушить ванную, а также принесет свежий воздух в дом. Хотя это правда, что есть загрязнение воздуха снаружи, но воздух снаружи часто лучше, чем на ваших домах. Так что откройте окно, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха. Удалите горы беспорядка. Вредители, такие как мыши и тараканы, любят гнездиться в беспорядке, включая бумагу и коробки. Держите свои полы и столешницы кухонных и других стоек чистыми. Подметайте и вытирайте любой жир или крошки, чтобы они не привлекали вредителей. Избегайте использования чистящих средств, содержащих вредные химические вещества, например, продукты с аммиаком, отбеливателем или сильными запахами. Хотя некоторые люди думают, что запах отбеливателя означает, что их дом чист, никакой запах на самом деле не лучше, потому что сильные запахи могут вызывать астму или вызывать другие физические реакции. Хорошей новостью является то, что существуют более безопасные продукты и альтернативы. Например, вот лимон. Знаете ли вы, что лимонный сок не только оставляет ваш дом пахнущим свежестью, но также и удаляет жир? При удалении пыли и при мытье полов или вытирании поверхностей шкафов и столов используйте салфетки из микрофибры. Эти ткани являются многоразовыми и представляют собой пылевые и грязевые магниты. Независимо от того, используете ли вы их в мокром или сухом виде, они помогут вам избавиться от этих пылевых клещей. Они также сокращают потребность в химикам. Например, вместо использования очистителя окон вы можете просто вытереть зеркало или окно водой и тканью из микрофибры. Следующее. Ознакомьтесь с простыми бытовыми товарами, которые могут сделать отличную уборку. Например, пищевая сода может очищать раковины и кухонные и ванные стойки. Щетка и немного работа руками отлично подходят для уборки пищевой содой. Знаете ли вы, что мыло для мытья посуды можно использовать не только для этого? Обычное привычное мыло и вода часто являются самым безопасным и лучшим очищающим раствором. Купите мыло без запаха, если это возможно, и безусловно, не то, которое называется антибактериальным. Раствор горячей воды и мыла для мытья посуды можно использовать для всех видов уборки, даже для таких сложных работ, как удаление плесени на твердых поверхностях. Соберите плесень с поверхности этим раствором и потом смойте чистой водой. Затем полностью высушите. Конечно, если у вас очень серьезная проблема с плесенью, вы можете немедленно связаться со своим домовладельцем, чтобы она или он могли предпринять необходимые шаги для решения этой проблемы. Также раствор посудного мыла и воды в баллоне с распылителем может даже убить живых муравьев или тараканов при контакте. Мыло и вода также являются нашим лучшим другом для уничтожения микробов, подобных этим. Многие из нас стали одержимы дезинфекцией. Но помните, когда вы удаляете грязь, вы удаляете микробы, которые прилипают к грязи. Поэтому в большинстве случаев вам не нужен отбеливатель или другие дезинфицирующие средства в вашем доме. Если вы действительно чувствуете необходимость использовать дезинфицирующие средства, попробуйте выбрать его с содержанием перекиси водорода, лимонной кислоты или молочной кислоты, а не с отбеливателем или другими химикатами. Берегитесь так называемого зеленого средства для мытья. Это когда компания использует слово «зеленый» или «натуральный» для своих продуктов, чтобы они выглядели так, как будто их продукт безопасен и безвреден для окружающей среды. Иногда это не так. А как вы можете узнать? Это нелегко. Если вы находитесь рядом с компьютером, лучшим вариантом будет поиск продукта на сайте goodguide.com или как приключение попробуйте прочитать ингредиенты. Если вы видите слово «аромат» или есть много предупреждения о вреде для здоровья, то, скорее всего, в нем содержатся химические вещества, которые не полезны для вашего здоровья. Теперь, когда мы узнали, что делать, чтобы очистить наши дома, давайте узнаем, как мы можем предотвращать и контролировать вредителей. Во-первых, не используйте аэрозольные спреи или комнатные туманы. Они будут распылять тонкий туман, токсичных пестицидов в воздух и по всему дому. Эти пестициды могут попасть в ваши легкие и оказаться на вашей мебели и вещах. Это вредно для вашего здоровья, для здоровья вашей семьи и домашних животных. И хотя кажется, что они убивают ваших насекомых, в действительности, они не очень эффективны в решении проблем с вредителями. Они только убивают вредителей, которых вы можете видеть, а не тех, которые скрыты. Не используйте приманок для крыс или мышей. Они опасны для детей, домашних животных и дикой природы. Существует еще один вид пестицидов, которые вы никогда не должны использовать. Незаконный вид. Возможно, вы видели этот продукт для продажи, но вы должны знать, что он может нанести вред вашему здоровью. Кроме того, он все равно работает плохо. Итак, как мы можем контролировать вредителей, не используя эти ядовитые химические вещества? Самый важный шаг – профилактика. Есть четыре способа предотвратить вредителей. Забрать их в воду, забрать их в пищу, забрать их в дома и не пускать их в первую очередь. Все вредители нуждаются в воде, поэтому убедитесь, что ваш дом сухой. Проверьте, нет ли конденсации за такими приборами, как холодильники, и исправьте любые протечки. Все вредители нуждаются в пище. Если в вашем доме есть то, к чему они могут добраться, они это сделают. Не позволяйте крохам на вашем полу или в вашей кладовой быть их следующей едой. Храните пищу в закрытых контейнерах. Сюда входят сухие продукты, такие как зерновые крекеры. Как только вы что-то вскрыли, плотно запечатайте это, прежде чем положить это на прилавок, в полки или в кладовку. Удостоверьтесь, что мусор, предметы для утилизации и компост регулярно выносятся из вашего дома. Вредители могут быстро находить пищу внутри мешков для мусора, которые остаются открытыми в домашних условиях. И хотя это неприятно, старайтесь чистить свои контейнеры как можно чаще и выносите свой компост каждый день. Это займет всего пару дней, чтобы мухи вылупились в мусорных бочках. Не позволяйте вредителям проникнуть в ваш дом. Осмотрите все возможные входы, подобные этим, и заблокируйте их. В этом случае поможет крышка для розетки. Могут ли вредители пройти через вашу входную дверь, чтобы проникнуть внутрь вашего дома? Прикрепите дверной уплотнитель, представляющий собой металлическую или виниловую ленту, которая устраняет щели, когда вы прикрепляете ее к своей двери. Это поможет предотвратить проникновение вредителей под открытые промежутки. Помните, для мыши требуется только пространство шириной с карандаш, чтобы войти в ваш дом. Закройте все трещины герметиком. Даже самые маленькие отверстия могут служить дверными проемами для муравьев и тараканов. Здесь мы видим некоторое пространство вокруг этой трубы. Хотя оно выглядит маленьким для нас, этого достаточно для того, чтобы проползла мышь, чтобы войти в ваш дом в дополнение к меньшим вредителям, таким как муравьи и тараканы. Закройте эти типы зазоров стальным кольцом, которые подходят к трубе. Теперь, когда вы сделали все возможное, чтобы предотвратить попадание вредителей в ваш дом, чтобы они не ели и не пили, пока они там, а что вы будете делать, если вредители уже внутри? Один проверенный и хороший метод ловли мышей стандартная мышеловка. Устанавливайте их осторожно вдоль стены, где мыши любят ползать, и держите их подальше от детей и домашних животных. Если у вас есть проблемы с мухами, не забывайте про старомодную мухобойку. Это недорого, используется долгое время и не нуждается в химикатах. Лента для мух еще один вариант. Она липкая, и мухи не могут ее избежать. Просто помните, что эти инструменты не решат вашу проблему с мухами, если вы еще не почистили их источники питания. Если все эти методы не работают, используйте безопасные пестициды в качестве крайней меры. Хотя вы не должны использовать приманок для крыс и мышей, вы должны использовать приманки для муравьев и тараканов, поскольку они являются более безопасным и эффективным способом убийства. Муравьи привлекаются к приманкам, а затем относят яд в колонию. То же самое верно с приманкой для тараканов. Тараканы едят яд, а затем выживают достаточно долго, чтобы передать яд другим тараканам. Кроме того, после того, как тараканы погибают от приманки, живые тараканы питаются мертвыми и тоже заражаются. Теперь, когда мы поговорили о продуктах для более безопасной уборки и борьбы с вредителями, мы должны упомянуть, что вы можете сделать с любыми токсичными продуктами, от которых вам нужно избавиться. Чистящие растворы, которые включают отбеливатель и другие вредные химические вещества, не должны выбрасываться в мусорные контейнеры, контейнеры утилизации или в компост. Ваши новые или использованные чистящие средства может забрать программа Recoology по телефону 415-330-1405. Каждый житель имеет право на один бесплатный сбор химикатов в год. Или вы можете отвезти их бесплатно в компанию Recoology по сбору опасных бытовых отходов, расположенную по адресу 501 Туннель-Авеню. Она открыта с четверга по субботу с 8 до 16 часов. Опасные отходы, такие как батареи, краски, флоруссентные лампочки и небольшие газовые баллоны, также не убрасываются в мусорные контейнеры, контейнеры утилизации или в компост. Вы можете отвезти их в учреждение HHW «Бытовые опасные отходы» или назначить дату в рамках сбора опасных отходов по домам или отнести их в место розничного сбора в городе. Вы можете найти наиболее удобные розничные компании рядом с Вами, посетив наш веб-сайт sf-environment.org slash recycleware Теперь, когда Вы изучили простые действия, которые Вы можете предпринять, чтобы помочь уменьшить загрязнение воздуха в Вашем помещении, сохраняя при этом Ваш дом чистым и здоровым, нам нужна Ваша помощь. Нам нужно, чтобы Вы рассказали другим людям в Вашем районе о том, что Вы узнали. Большинство людей не понимают, что бытовая химия, такие как освежитель воздуха и отбеливатель и некоторые пестициды могут привести к различным заболеваниям и что они могут легко избежать этого. Теперь Вы владеете информацией, необходимой для здорового образа жизни. Потому что мы заслуживаем иметь здоровые дома. И мы заслуживаем иметь здоровые семьи. Спасибо за внимание.